Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем изучение книги Иисуса Новина. И мы будем читать шестую главу этой книги. В ней рассказывается о взятии города Иерихона и о спасении семейства Рахавы-блудницы. И мы читаем с первого стиха и ниже. Тогда сказал Господь Иисусу, вот я предаю в руки твои Иерихон и царя его, и находящийся в нем людей сильных, и пойдите вокруг города, все способные к войне, и обходите город однажды в день, и это делайте шесть дней, и семь священников пусть несут семь труб, юбилейных перед Ковчегом, а в седьмой день обойдите вокруг города семь раз, и священники пусть трубят трубами. Когда затрубит юбилейный рок, когда услышите звук трубы, тогда весь народ пусть воскликнет громким голосом, и стена города обрушится для своего основания, и весь народ пойдет в город, устремившись каждый в свою сторону. Если народы Ханаана, семь народов, символизируют семь смертных грехов, то семидневное обхождение Иерихона – это воздействие на смертные грехи семи таинств Церкви. Эти таинства освобождают нас от этих грехов, помогают нам не испытывать к ним склонность, например, в таинстве крещения и исповеди отпускается ответственность за содеянные грехи. В крещении они совершенно смываются. А так как остаются склонности к грехам, в таинстве соборования и в таинстве причастия, в причастии попаляется сама склонность, а в соборовании врачуются вот эти дурные настроения, побуждения, которые иногда в совершенно болезненном виде обнаруживаются в нас. Поэтому здесь все очень глубоко символично. И призвал Иисус сын Навин священников израильских, израильевых, и сказал им, «Несите ковчег Завета, а семь священников пусть несут семь труп юбилейных пред ковчегом Господнем». И сказал им, чтобы они сказали народу, «Пойдите и обойдите вокруг города, вооруженные же пусть идут перед ковчегом Господнем». Когда они переходили через Иордан, ковчег шел перед всеми, но тут ввиду вражеской крепости перед ковчегом идут воины. Если ханельяне выскочат из города, они защитят ковчег. «Как скоро Иисус сказал народу, семь священников, несших семь труп юбилейных пред Господом, пошли и затрубили громогласно трубами, и ковчег Завета Господня шел за ними. Вооруженные же шли впереди священников, которые трубили трубами, а идущие позади следовали за ковчегом Завета Господня во время шествия, трубя трубами». Народу же Иисус дал повеление и сказал, «Не восклицайте и не давайте слышать голоса вашего, чтобы слово не выходило из уст ваших до того дня, доколе я не скажу вам, воскликните, и тогда воскликните». Аллегорически это можно истолковать так. Когда человек начинает с помощью таинства борьбу с семью смертными грехами, он не должен никому говорить, вот я избавился, вот я освободился, восклицать там, аллилуйя, все нормально. Нет, он должен сначала пережить полное исцеление, всокрушение твердыни этих грехов, которые поселились в его сердце, и потом с радостью воскликнуть. Потому что святые отцы считали, что это тип прелести, когда человек считал, что он сам смог справиться с какими-то грехами. И это кончается тем, что эти грехи возвращаются к человеку. «Итак, дано повеление, чтобы слово не выходило из уст ваших до того дня, доколе я не скажу вам, воскликните». И тогда воскликните, то есть когда полная победа будет одержана. Таким образом, ковчег завета Господня пошел вокруг города и обошел однажды, и пришли в стан, и ночевали в стане. Конечно, для язычников, которые жили в Варихоне, это было что-то страшное, какое-то непонятное действие. А то, что человек не понимает, оно его даже больше пугает. На другой день Иисус встал рано поутру, и священники понесли ковчег завета Господня, и семь священников, несших семь труб юбилейных, перед ковчегом Господнем, шли и трубили трубами, вооруженные же шли впереди их, а идущие позади следовали за ковчегом завета Господня, и идущие трубили трубами. Таким образом, и на другой день обошли вокруг города, однажды возвратились в стан, и делали это в шесть дней. То есть одно и то же действие, оно совершалось в шесть дней, в семь дней. В седьмой день встали рано при появлении зари и обошли таким же образом вокруг города семь раз, только в этот день обошли вокруг города семь раз. Но кто-то может спросить, а почему сразу в один день не обошли семь раз? Невозможно сразу бороться со всеми грехами, говорят отцы аскеты. Выбери тот грех, который особенно тебя тяготит, с ним начинай борьбу. И расправившись с ним, переходи к другому. Только в этот день обошли вокруг города семь раз, это в седьмой день, как бы готовясь к окончательной победе над этим проклятым городом. Когда в седьмой раз священники трубили трубами, Иисус сказал народу, воскликните, ибо Господь предал вам город. Город будет под заклятием и все, что в нем. Господу сил. Только Раав, блудница, пусть останется в живых она и всякие, кто у нее в доме, потому что она укрыла посланных, которых мы посылали. Но вы берегитесь заклятого, чтобы и самим не подвергнуться заклятию, если возьмете что-нибудь из заклятого, и чтобы на стан сынов израилевых не навести заклятия и не сделать ему беды. И все серебро, и золото, и сосуды медные, и железные добудут святыней Господу и войдут в сокровищницу Господню. То есть никто ничего не мог присваивать себе, а все отдавалось драгоценности в сокровищницу Господню. Почему? А евреи не завоевывали этот город. А город был сокрушен чудесным образом с помощью воинства Господня, с помощью ангелов, которые разрушили эти стены. А если ты в чем-то не участвовал, как ты можешь на что-то рассчитывать? Народ воскликнул и затрубили трубами. Как скоро услышал народ голос трубы, воскликнул народ весь весьма громким и сильным голосом, и обрушилась вся стена. Вот это цитадель греха. И обрушилась вся стена города до своего основания, то есть до фундамента. И весь народ пошел в город, вот каждый со своей стороны взяли город и предали заклятию все, что в городе, и мужей, и жен, и молодых, и старых, и валов, и овец, и ослов все истребили мечом. Значит, и предали заклятию все, что в городе. Мужей. Если этот город символизирует семь смертных грехов, то, значит, заклятые мужи – это запрет на всякие сексуальные извращения, однополые отношения и так далее. Жен. Запрет на блуд женщинами. И молодых, то есть те грехи, которые недавно проявились в нашей жизни, или склонность к молодым. И старых, и застаревшие грехи наши сокрушаются. И валов, и овец, и ослов. То есть здесь сокрушается наше валовье какое-то такое туповатое состояние. И овец. Неспособность овцы иногда распознать подлинного пастыря. И ослов, и ослинную упрямость наша все истребили мечом. То есть аллегорическое прочтение дает нам некоторые расширенные комментарии. А двум юношам, высматривавшим землю, Иисус сказал, пойдите в дом он и блудница, и выведите оттуда ее, и всех, которые у нее, так как выпоклялись ей. И пошли юноши, высматривающие город, в дом женщины, и вывели раб блудницу, и отца ее, и мать ее, и братьев ее, и всех, которые у нее были, и всех родственников ее вывели, и поставили их вне стана израильского. Ну, как ангелы, помните, помогали семейству Лота. А город и все, что в нем сожгли огнем, только серебро и золото, и сосуды медные, железные отдали, чтобы внести Господу в сокровищницу дома Господня. Раав же блудницу, и дом отца ее, и всех, которые у нее были, Иисус оставил в живых. И она живет среди Израиля до сего дня, потому что она укрыла посланных, которых послал Иисус для высматривания Иерихона. Давайте посмотрим святоотеческие истолкования. Вот блаженный Иероним Стридонский пишет «Как во время потопа не спасся никто, кто не был в Нойвом Ковчеге, так при разрушении Иерихона оставлен был только дом блудницы, Равы, то есть верной церкви, верной церкви из язычников, так и при жертвоприношении Агнца, его заклания истинно только тогда, когда оно освящается в одном доме церкви». Здесь блаженный Иероним обращает внимание на то, что спасение Рав, язычницы и хананьянки – это указание на спасение в церкви. Спасение блудницы – это спасение грешников. Давайте посмотрим, что говорится в Евангелии от Матфея 21-31. Здесь мы находим такие слова. Иисус говорит им, истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие. Почему блудницы и мытари вперед всех идут в Царство Божие? Потому что у таких людей нет иллюзий относительно самих себя. Они понимают, что они грешники и надеются только на милосердие Божие в деле спасения, на благодать. Как и христианская церковь учит, что Христос конец закона, и мы спасаемся только благодатью Божией, независимо от наших добрых или злых дел. В то время Иисус поклялся и сказал «Проклят пред Господом тот, кто восставит и построит город сей восставит, то есть восстановит и построит город сей Иерихон на первенце своем». То есть он, как пророк, видит, что этот город будет восстановлен на первенце. То есть кто-то принесет жертву своего ребенка и заложит фундамент восстановленного Иерихона. Он положит основание его и на младшем своем поставит врата его, то есть второй жертвоприношения. Так и сделал Азан родом из Бифиля. Он на Авероне первенце своем основал его, то есть восстановил через какое-то время. И на меньшем спасенном поставил ворота его. Это уточнение из греческой септуагенты. И Господь был с Иисусом, и слава его носилась по всей земле. Итак, мы видим здесь, какой аллегорический смысл имеют эти события, фактически исторический смысл. «Теперь все народы уже пришли в ужас и трепет, потому что этот мощный город, один из крупнейших в земле Ханаана, был разрушен, а имя Иисуса Новина становилось все более и более славным». Итак, мы сегодня закончили чтение шестой главы. Если будем живы, Господь позволит, в следующий раз мы будем читать седьмую главу этой книги. Продолжение следует...